Ой, какая красота на открытии марши в Санкт-Петербурге, Адмиралтейство. У всех одинаковые парики, у всех гарнитуры на ушах, чтобы слышать музыку. Все было настолько массовым, что 3000 актеров и 2000 волонтеров смогли все-таки дружно оттанцевать. Я уже про синхрон не говорю, посмотрите, какая картинка. Я думаю, что Международный Олимпийский комитет все-таки не зря одобрил эту версию, этой церемонии Константину Львовичу зачет. И вот видите, такое ощущение, что не актеры, а прям военные. Ну да, конечно, это не кремлевский полк, у которых там вытяжка из 180 сантиметров. Обязательный рост. Но в копе с маршем... Ой, какие симпатичные ребята! Блондинов, видимо, не брали. Это церемония уже вошла в историю 2014-й год, год, наверное, России по всему миру, потому что мы отличились на Олимпиаде таким колоссальным отрывом и по финансовой теме. И западные таблоиды стараются нас как-то опорочить. И вот этот знаменитый первый балл Наташи Ростовой. Сейчас они будут кружиться. И жесткие ритмы парадов. Сменяются. Нежностью и русским балетом. Полонезы, мазурки, контртанцы. А, конечно же, вальсы. Тогда вальсы. Вдвоем комментируем. Я просто не забываю свою профессию. Мне, как репортеру с 10-летним опытом, очень интересно иметь свое мнение. И, может быть, с кем-то оно будет солидарен. Кто-то будет со мной солидарен. И всех обули одинаково. И штрипки, и шлевки. Все продумано. И технически. Да черт с этой снежинкой, которая не раскрылась. Русские тусовки. Вот откуда природа тусни. Сколько размахов. Сколько в них было Не хочется шутить на эту тему. Сам Владимир Васильев вышел. Видите, какой пол формируется. Видите, какая трансформация пошла из колонны. Стиль ампир. Платишки. У солистки. Первый балл Наташи Ростовой. И знаменитая музыка композитора Евгения Токи. Который писал, кстати, музыку к открытию и закрытию Олимпийских игроков. Но, как Константин Львович сказал, закрытие будет гораздо скромнее. Звезды балета. За Генера Васильев, я уже сказал. Александр Петухов. Ну, ничего страшного. Я думаю, и люди, имеющие такой вкус, и сделавшие такое шикарное открытие, могут позволить себе и закрытие более скромное. Главное, чтобы у всех было впечатление о стране позитивное. А не только медведи, балалайки, водка, ушанка. И еще какой-то поганый ассоциативный ряд. Вера. И Наташа. Наташа, три рубля и Ваша. Вот видите, суть женская. И к этому, и к этому. Да, Гончарова много попортила. Ой, Гончарова. Я про Гончарова уже. Про Пушкина вспомнилась, как его в нашем русском словаре здесь. В начале открытия Олимпиады охарактеризовали буквой твердый знак. Пушкин так раньше писали. Ну, вот такой придумали алфавит. Очень интересная, кстати, идея. А в Австралийской Олимпиаде была тоже девочка. У них она была Алиса. И тоже она куда-то шла. У нас сон о России. Ну и что? Такая легкая экспроприация. Кто вовремя стырил, тот и автор. Можно так вот заставить замолчать критиканов. Но если девочка красивая, и даже дублерша была у этой Любочки, то почему бы нет? Анжелина Джули с Брэдом Питтом куда попало не ездят на открытие. За такое открытие можно и медведеву сон простить. Ну, заснул человек усталый. Вы думаете, что их там? По восемь часов высыпаются с такой загрузкой, с такой ответственностью перед миром. Молодец, девочка. Молодец. Красивые все сделали. Все волшебно практически. Гусары, гусары ходят. Вот сейчас будет знаменитый вот этот балет, это фуэте, вот этот, как его будет, арабеск, вот этот прыжок. Несчастный, да. Пьер, он и... Сначала пускай спортзал бы сходил, Пьер, а потом уже ухаживал за худенькими. Мужчина всегда должен быть в форме. Независимо, сколько ему лет, лысый он или горбатый, богатый, бедный. От нас требуют, и мы от вас будем требовать. Не поскупились на костюмы. И сегодня, правда, поздравляю нашу серебряную медалистку и бронзовую. И, конечно, за обладательницу золотой медали в фигурном катании Юлечку Лепни. Субтитры создавал DimaTorzok